И давайте, друзья. Ну что ж, друзья, добрый вечер. Вы, как всегда, на встрече и в проекте «Врачи мира в гостях» у Дианы. Я врач-практикующий терапевт Диана Фредиани Воронина, нутрицолог, консультант по здоровому питанию. А сегодня в гостях у меня Наталья Андреева. Я сейчас вам прочитаю про Наталью Андрееву. Наталья Андреева – практический психолог, коуч, тренер по духовной интеграционике. Вот что про себя написала Наталья. Десять лет в практической психологии. Она индивидуальное консультирование ведет, психотерапия, расстановки, занимается биоэнергетическими практиками, коучинг. Очень много помогает людям справляться иногда с очень сложными жизненными ситуациями, такими как депрессии, фобии, состояние апатии. И вот сегодня Наталья к нам пришла вот с такой вот темой. Как жить ярко и насыщенной жизнью, раскрас свою жизнь в разные цвета. Наталья, я приветствую вас. И я благодарна, что вы принимаете участие в этом проекте, потому что этот проект несет людям и помощь, и добро, и радость. Много отзывов. И мне люди благодарят, что приходят вот такие специалисты и такие профессионалы, как вы. И иногда им хочется хоть одного слова, вот разобраться в одном слове, в конкретном предложении, или что вообще с ним происходит. И они благодарят в первую очередь специалистов и профессионалов, которые выступают в этом проекте. И в общем этот проект, за создание этого проекта. И давайте мы сегодня начнем тему, которую вы предложили. Вот что вы нам скажете, вот такое название, это самое яркое и насыщенное, само название. Давайте. Первый интересный. Я, кстати, это самое. Друзья, я хочу вам сказать, что мы с Натальей принимали участие вместе на одном практикуме, и мы с ней там познакомились. И вот я предложила сотрудничать с ей вот в этом проекте. И она с удовольствием со мной согласилась. Она очень позитивная, очень добрая, отзывчивая. Она мне притянула, как поэнергетически, я потому связалась с ней. И она, вы знаете, она мне сразу добро дала. Даже не сказала, ой, подождите, там что-то я подумаю или что-нибудь. Обычно некоторые так говорят. Так что я благодарна вам еще раз, Наталья. Так что давайте вот с этой интересной темы начнем. Диана, я благодарю вас за столь интересное тоже вступление. Действительно, я очень рада участвовать в вашем проекте, очень замечательном и прекрасном. И, соответственно, тоже хочу внести свою лепту в этот проект помощи действительно людям. И моя тема сегодня действительно такая яркая. Как жить яркой и насыщенной жизнью, раскрасть свою жизнь в разные цвета. И я предполагала сделать, наверное, как один вебинар, но это очень большая тема, и поэтому я ее разделю на несколько. И, да, и в принципе на этих вебинарах я расскажу о том, о потоке жизни. Что это такое? Поток жизни. Как мы поговорим, как приблизить себя к состоянию потока. Также мы поговорим о причинах безрадостной и серой жизни, которые у некоторых бывают, так называемые черные полосы. И, естественно, будем говорить о том, как стать творцом своей жизни и раскрашивать свою жизнь в разные цвета. И вы можете спросить, да, а возможно ли это? Вот человек сидит в депрессии, да, в апатии, там, в буксе плохой, или, ну, что-то случилось очень-очень-очень, по его мнению, плохое, да? И возможно ли это, да? Или, например, у человека какая-то однообразная жизнь происходит? Очень часто, особенно в городах, да, наверное, некоторые из вас так и живут, да, работа, дом, потом какая-то готовка женщин, да, мужчины тоже пришли, там быстренько телевизор посмотрели, поспали и обратно, работа, дом, дети. Одно и то же, как в колесе, да, одно и то же. Да, да, все такое однообразное, да? Ну, там, может быть, в отпуск, там, один или два раза в год. Там, да, люди выйдут и или выберется, может быть, там, пару раз куда-нибудь там с подругами или мужчин там с друзьями куда-нибудь на рыбалку. Ну, какой-то вот небольшая отдушина, конечно, бывает, но все остальное вот это вот серое такое однообразное такое вот постоянно крутится и крутится. И действительно, многие люди так живут. Я не говорю, что все, да, но именно они очень часто такие вот замученные, так скажем, да, жизнью или даже не замученные, да, но они так живут, и это как день сурка получается. То есть люди просто так живут, и они даже и не пытаются с этим вообще что-то сделать. То есть жизнь, она идет и идет, идет и идет год за годом, там, день за днем, и ничего в этой жизни не меняется. Какой, то есть какой-то, может быть, да, как молодости, радостный, там, каких-то ярких впечатлений, их очень мало происходит. И опять же, я говорю, что это не у всех, но бывает. И на самом деле сегодня как раз мы поговорим о том, как выйти вот из замкнутого круга и что на это влияет. И вообще, как вот мы строим свою жизнь, что у нас вот через какое-то время, да, нашей жизни вот она вот таким вот образом начинает складываться. И первое, что я хочу сказать, это про красоту. И есть два вида красоты. Есть у нас внешняя красота. Да, это то, как мы одеваемся, да, какие мы себе наряды покупаем, какую мы себе прическу делаем. И это на самом деле очень хорошо, да, когда человек стильно, модно одевается, когда он следит за собой. Но есть еще внутренняя красота. Такая внутренняя яркость жизни. И на самом деле, вы, наверное, замечали, если человек яркий внутри, да, позитивный, он личность. И действительно с ним очень-очень интересно. Да, Лиза? Замечали, наверное. Но внутреннюю красоту невозможно изменить, Наталья, вот мне так кажется. А внешнюю мы можем изменить, а внутреннее вот что есть у человека, то и остается на всю жизнь. Так что... На самом деле, сейчас мы будем об этом говорить. Что такое внутренняя красота, да? Что это такое? И действительно, можно ли ее поменять? Вернее, не саму красоту, а вот это состояние, которое дает вот эту вот именно красоту. Ага. И действительно, вот если человек позитивно думает, и без разницы, на самом деле, интроверт он, да, если, ну, если так скажем, ну, есть экстраверты, такие люди, которые вообще, в принципе, позитивно. Да, есть экстраверты, которые от противного. Это люди там меланхоличные, люди в этом. Да, те, которые не фонтанируют каким-то весельем, да? Но даже такие люди спокойные, да? Если у них внутри гармония, если их не съедает изнутри какие-то негативные эмоции, то они становятся спокойными, но красивыми внутри. И яркими. Множество примеров таких людей есть, например, ну, каких-то даже вот взять тех людей, которые, ну, например, какие-то священники, например, да, бывает. Вот приходишь, смотришь, а он же не веселый, ничего, он же не прыгает, не веселится. Но вот внутри вот эта вот красота, она есть, такая духовная красота. То, что и притягивает к ним. Да, он спокойный, он не прыгает, не... Неожидированный, да. Да, он не фонтанирует какой-то яркостью, да? Но вот эта красота в нем присутствует. И на самом деле истинная красота – это как раз вот красота гармонии, да, гармонии между душой и телом, да, между вот этой душевной красотой, о которой я говорю, между тем, как мы внешне, да, одеваемся, то есть между внутренней красотой и внешней. И именно это соединение позволяет человеку стать истинно красивым и действительно по-настоящему счастливым. Почему я еще раз... Мы дальше будем говорить о том, почему именно такое вот сочетание, да, внешнего и внутреннего, оно дает такой эффект, да? Потому что на самом деле очень часто люди, исходя из своего внутреннего состояния, даже одежду себе подбирают. И я об этом тоже буду говорить сегодня. И как раз отвечая на ваш вопрос, можно ли изменить, да, вот свое внутреннее состояние, стать действительно красивым внутри человека, я скажу, что да. И это именно изменение такое внутреннего состояния, да, из какого-то, например, дерганого, из какого-то такого негативного, из депрессивного какого-то состояния, состояние умиротворения, спокойствия, или радости, счастья, каких-то позитивных эмоций. И это действительно возможно. Вот так изменить, да, свое состояние, именно прийти к внутренней красоте, действительно, на самом деле, можно, и не только можно, но даже нужно. Наталья, можно я одно слово скажу? Вы сейчас вот сказали, от внутреннего состояния зависит внешний вид, да? И вот я обратила на себя внимание, я же вам сказала перед включением, я сегодня вообще очень уставшая была, господи, я думаю, хоть бы что-нибудь надеть, у меня уже не было там ни сил, ничего, потому что уставшая внутренняя была. Но вы знаете, да, я обратила внимание, что внутреннее настроение, естественно, играет на нашу одежду роль. Но вот сейчас вот села с вами, и вы начали беседу, и вы знаете, какая-то вот внутренняя вот эта вот усталость у меня, вот ушла. Я сейчас на позитив пошла, внутренний позитив пошла с вами. Может быть, у вас такая энергетика идет от вас, и потому, или вот звук, там, тембр, это все же влияет на наше настроение. Вот у меня со мной вот сейчас такое произошло. Я хотела вот это вот отметить. Конечно, конечно. На самом деле это так и происходит. И, наверное, действительно замечали, да, когда мы приходим в какое-то место, да, или какому-то человеку. И нам настолько действительно становится как-то хорошо рядом с ним, и мы даже, может быть, не осознаем, почему так происходит. Что такого вот притягивает к этому человеку? На самом деле, как вы правильно сказали, например, если вы устали, да, у вас, например, ну, как-то энергетика чуть-чуть там за день упала, то, если рядом с вами человек энергичный, позитивный, да, и вы, соответственно, поднимаете... Да, да. Вот это и случилось. Вот это и случилось со мной. Да. С вами. Да, да, да. Если вы приходите к человеку, который такой вот прям, вот у него все плохо, он зажалуется, он там что-то еще. Вот вы с ним пообщались, и можете заметить иногда, ну, при обрезвленных условиях, да, можете заметить, что это тоже влияет на ваше настроение. И, может быть, действительно настроение упасть, пообщавшись именно с этим человеком. И, соответственно, наша задача стать вот такими людьми яркими, позитивными, чтобы зажигать людей, которые находятся вокруг нас, поддерживать наших родных и близких, создавать вот то ощущение, да, вот ощущение радости, ощущение спокойствия, ощущение гармонии, например, в нашем доме, как женщина спокойная, гармоничная, когда у нее на душе вот действительно хорошо, даже если муж пришел злой, с работы у него что-то там не получается, но если женщина находится в таком состоянии, то через какое-то время, его вот эта вот злость, она так гаснет, 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 и вот как в перетекающем сосуде его состояние тоже поднимается. И наше женское, да, предназначение именно вот таким вот образом создавать пространство, пространство любви, да, пространство вот такого вот спокойствия. Иногда так, да? Да, конечно, да. Да? Не всегда получается. Да, многие мои клиенты, ну как это так? Ну вот, он пришел, он там такой, он сякой, а я тут клин, понимаете ли? Ну, женщина мудрая, она должна, она регулирует вообще все, но некоторые женщины этого не понимают. Да, и моя задача, как раз вот мы работаем с моими клиентками именно над вот этими состояниями, когда действительно вот получается так, что мужчина пришел вот такой, с баламутой мужчиной, а она его... И перевернула. И перевернула. И ему хорошо, и он хочет действительно возвращаться домой. Ну, потому что там хорошо. Ему хочется туда обратно попадать. И когда вот женщина начинает вот это понимать, да, то действительно меняются очень сильные отношения между супругами, между мамой и детьми и так далее. Поэтому вот такая внутренняя красота, это очень нужная в хозяйстве, так скажем. Да, она очень понадобится, действительно. И как действительно помочь, мы будем на наших занятиях, я буду вам рассказывать, как себе в этом помочь. И, соответственно, несмотря на то, что мы живем в физическом мире, да, то, но все изменения, которые у нас есть, они происходят сначала в нашем внутреннем мире, в могущественном и невидимом, да, это в мире наших подсознательных программ. Лишь очень часто, да, поменяв внутри наши вот эти вот подсознательные программы, наша внешняя жизнь меняется. Вот говорят, да, как поменять мне там, не знаю, кого-нибудь, мужа. Вот приходят женщины, да, а вот такими вопросами приходят. Да, да, вот прям он говорит, все, достал, не могу, вообще любовь прошла, помидоры завяли. Вот что делать, да, вот он такой-сякой там перечисляет там 35 его отрицательных качеств. Я спрашиваю, что хотите? Она говорит, ну, хочу, чтобы он изменился. На самом деле, на самом деле, меняться, когда человек меняется, да, он меняет свои подсознательные программы, то человек, который рядом, и мы будем сегодня говорить, почему так происходит, да, меняется тоже. Но никогда не наоборот. Мы не можем поменять какого-то, заставить и сказать, ты, ты должен вот это, и вот это, и вот это, да, или как-то манипулировать человеком, да. Нет, мы можем, конечно, заняться манипуляцией, есть такие техники, да, и я тоже видел такие тренинги, когда, ну, манипулятивные, манипулятивные, так скажем, когда человек просто с помощью манипуляции добивается того, что он хочет. Но, как правило, это не долговременный эффект, да. Ну, вот, наверное, замечали такие, даже, может, передачи какие-то видели, какие-то кино смотрели, то, например, альфонсы, да, вот что они делают? Они же досконально знают психологию женщин. Да, и на самом деле, или вот пикаперы еще такие есть. Знаете, это такие тренинги, где, например, юношей учат добиваться девушку, ну, и, соответственно, доводить ее до постели. Ну, как бы это практически такой конечный этап. И, в общем-то, у них у многих, не у всех, конечно, но у многих прям как звездочки, да, столько женщин, они таким образом манипулировав, затащили, да, в постель. На самом деле, они действительно изучают те вещи, которые действительно нужны женщине. Но вот внутреннее состояние такого мужчины, именно получать, да, получить что-то. И вот он получает, и все. И на этом отношения заканчиваются. Да, но он, человек не осознает, что женщина, которая таким вот образом, ей, конечно, дали, да, чуть-чуть, но дальше человек не осознает, что потом она его там может проклинать там или еще как-то, ну, какой-то негатив посылать в его сторону. И это, в принципе, сказывается на мужчине. Вот, поэтому манипулировать мы точно не будем учиться. Действительно, это менять себя, менять свое состояние. И вот через такие изменения мир вокруг нас тоже меняется и становится из серого безрадостного, ярким и красивым. И на самом деле, вот, если посмотреть, что окрашивает мир в разные цвета. Раскрашивает жизнь в разные цвета. Да, вот что, действительно окрашивает вот такими яркими красками наш мир в разные цвета. И это действительно состояние потока. Состояние потока, да? И, ну, вот, вы знаете, что это, например, такое? Состояние потока. Я? Вы меня спрашиваете? Вот состояние потока. Вот состояние потока, я должна это почувствовать, да, состояние потока? Ага. Ну, вы можете объяснить? Что это? Я, нет, я не могу объяснить. Хорошо. Тогда я объясню. На самом деле, состояние потока, да, это когда мир нас несёт на руках. Ну, такое ощущение, да? Когда какие-то, даже если возникают преграды на нашем пути, то они преодолеваются очень легко. Когда мы что-то делаем, да, приходят какие-то нужные нам люди, мы их притягиваем каким-то образом. Случаются какие-то нужные события, и мы даже иногда удивляемся. Вот это да, вот это да. Только потом. Оно раз и случайно. То есть всё получается таким наилучшим, наилучшим образом. Да, и ещё её называют такой белой полосой жизни. А как это всё притянуть, этот поток? Как поток этот притянуть? Сейчас будем говорить. Сейчас мы объясним, сейчас я объясню вообще, что это, да, что это такое. Потом, естественно, будем дальше, дальше говорить о, как всё это, в нашу жизнь притянуть. Потому что действительно существует ещё чёрная полоса. Когда всё не так идёт, когда выхода нет, да, когда вот, ну, ну вот что-то случается, и думаешь, ну, боже, за что мне всё это? И где этот выход? И вот иногда человек мечется, и чем больше он мечется, тем больше у него всё ручается, да, и он тем больше чувствует такое своё бессилие, вы знаете, как чёрная дыра. Она как-то... Затягивает, затягивает. Ещё больше и больше дыра. Да, затягивает. И в таких состояниях люди часто думают, что от них вообще там ничего не зависит, да, что вот все события происходят, они как-то, ну, вот как-то происходят, да, и чем дальше в лес, да, тем больше дров, называется, да, чем, ну, как действительно, как чёрная полоса, да, как чёрная воронка, там, только туда попала, и она так... Из-за соса он называется, да, вот. И люди действительно думают, что от них ничего не зависит в этой ситуации. А на самом деле, на самом деле, надо просто знать, как вообще это происходит, что вообще происходит в этом случае, да, и что надо делать. Вот когда человек подготовлен, да, он знает об этом, у него есть план действий для таких ситуаций, тогда он там долго не задерживается. Да, попал, погулял там, да, посмотрел, как, знаете, как проливной дождь. Попал, да, в рамок, ну и что, он быстро кончился, и всё, солнышко опять ситоит. То есть, когда у человека есть такие знания, они долго там не сидят. И быстро раз, отследили, что вот оно оно. И раз, и обратно вынырнул оттуда. Вот. И сейчас я хочу вот объяснить, как вообще вот это вот всё строится, да, почему вот происходит, почему вот это падение, например, вниз, оно происходит с какой-то стремительной скоростью, да, и почему вообще вот, ну, как бы такое случается, какими своими мы действуем, и какими своими, ну, чем мы притягиваем вот эти чёрные полосы в нашу жизнь. Вот. И на самом деле всё предельно просто, да. Учёными доказано, да, вот сейчас мы пойдём в, скажем, в такую сторону науки чуть-чуть поговорим, да, об этом. То есть, учёными доказано, что в этом мире всё на уровне молекул, на уровне атомов едино. ну, наверное, не станете спорить, да, хотя мы их никогда не видели, но все мы состоим, да, из школьной программы, знаем, что я состою из молекул, из атомов, там, стол состоит, компьютер, там, вы, да, всё состоит из атомов и молекул. И что такое атомы и молекулы, да, электроны? На самом деле это как изгустки энергии. То есть, это энергии. Это и каждый из них имеет свой вот как бы тонкий энергетический план. То есть, изгусток энергии. И по теории ирландского физика Джона Стюарта Белла, который изучал, это физик, который изучал квантовую теорию поля и поведение элементарных частиц в этом поле, да, он говорит, что в нашей Вселенной не существует изолированных систем. Да? Вот каждая, каждая, каждая частичка, которая есть, она находится в мгновенной связи с другими частичками Вселенной. То есть, любая, да, то есть, например, Земля крутится вокруг Солнца, Луна крутится вокруг Земли, да, и они взаимосвязаны, да, то есть, Луна взаимосвязана с Землей, да, Земля взаимосвязана с Солнцем, если брать, ну, мельчайшие частицы, то ядро атома, оно тоже крутится, да, крутится, да, вокруг своей... вообще находятся все молекулы, все атомы. Это да, они между собой, а если брать, вот, например, сам атом, да, он крутится вокруг своей оси, вокруг него крутятся крутятся электроны, да, мы знаем, что курсы там химии, программы, да, они постоянно крутятся, мало того, электроны крутятся тоже вокруг своей оси, то есть такая тоже планетарная система, но на самом деле это все это энергия, просто она как бы сгущена, и причем в результате вот этого вращения, да, когда крутятся там электроны, крутятся атомы вокруг своей оси, создается поле, поле называется торсионное, и в этом торсионном поле, вот у каждого, например, атома, у каждого электрончика есть свое поле, да, которое создается именно вращением, вращением этого электрона или этого атома, и эти как раз поля, которые вот образуются в результате вращения, определенным образом структурируют и организовывают пространство, да, вот каждый имеет свое поле, оно взаимодействует с ближайшими, и происходит очень много взаимосвязей, да, и получается как такая структура, да, система, да, и получается как раз вот это торсионное поле, то есть эти поля объединяются, да, и создают общее энергетическое энергоинформационное поле, и вот здесь, то есть такая система, да, из таких полей, которая, ну, как бы система, каждый создает свое поле, и создается общее торсионное поле, и воздействие, например, на один какой-то элемент этого поля, да, создают волну взаимодействия с другими, я сейчас объясню на таких простых примерах, сейчас может быть это наушно, да, какие-то такие слова, но сейчас на простых примерах будет очень понятно, да, то есть, например, вот паутина, да, наверное, видели паутина паутина, паутина, да, если, как паук узнает, что не попал с паутина, вот это паутина, да, она попадает куда-то в какое-то место, да, и от того, что она колеблется, по волнам она узнает, как получается, да, идет волна по паутине к пауку, паутина, значит там на том конце что-то еда меня ждет, и здесь то же самое, вот таким же таким же образом происходит все взаимодействие вообще в нашей вселенной, то есть где-то что-то изменилось, и это изменение идет такое вот, да, вот как раз перед это энергоинформационное поле идет к другим каким-то элементам. Пока сейчас понятно, понятно, то есть непонятно, миром уже понятно, вы уже понятно объяснили, так что понятно. Хорошо, и вот как раз вот это вот поле создаваемое вращением элементов системы в науке называемое торсионным полем, оно как раз обусловлено вращением элементарных частиц, и это как раз и называется потоком, то есть поток, да, то есть поток это как раз вот взаимодействие, мы где-то что-то поменяли, это взаимодействует с другими частями, элементарными частями нашей Вселенной, причем вот в энергоинформационном поле содержится вообще вся информация о том, что было, о том, что будет, о том, что есть, да, вот вся вся информация, каждый мгновение, момент времени, она записывается отпечатывается и скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, вот если так логически порассуждать, да, то есть с какой стороны в какую вращается этот поток? Какую сторону вращается? Да, в какую, вот если посмотреть там, Луну, Солнце, какие-то другие системы, Ну, в сторону Солнца, наверное. Справа на лево, слева на право. По часовой? О, да, да, все правильно. По часовой стрелке. Слева направо, слева направо. То есть, да, если вы заметите, то действительно вращение везде в природе, да, что это касаемо элементарных частей, что это касаемо каких-то планетарных. Они все вращаются слева направо. Все вращаются. Да, все вращается слева направо. Вокруг рассказывала про физику. Потому что человеческое сознание это тоже полевая структура. Наши мысли это тоже энергия. Как и атомы, как и все, что присутствует у нас, наши мысли, они тоже имеют энергетическую структуру. и они могут генерировать торсионные поля и влиять на физические объекты. Наши мысли это более высокоорганизованная энергия, чем материальная. И поэтому нашими мыслями мы можем влиять на нашу реальность. Понятно, да? А так и происходит, если вот задуматься. Так и происходит. А в последнее время это уже и доказано, и все знают про это, и на это уже обращают внимание. Да, да, да. Есть действительно очень большие исследования на эту тему, и очень много проводится сейчас исследований как раз. И как раз вот это вот понимание, что мысли имеют энергетическую структуру, и они точно также имеют торсионное поле, да, то и вообще вот когда люди об этом узнают, что таким вот образом в нашей реальности, да, вот это так происходит, что любая наша мысль, любое наше сказанное действие и любое наше действие создает вот такое торсионное поле, да, и человек на самом деле создает их сам, он их генерирует, это как бы единственное вот существо, именно если взять вот сейчас Землю, да, я не знаю там как насчет инопланет каких-то, что там происходит, но во всяком случае человек это среди там, ну, там животных, если брать там и других низших, то человек это единственное существо, которое может сам генерировать вот эти вот торсионные поля, исходя из мыслей, жопы, действий. И причем, если в материальном мире все частицы вращаются слева направо, да, то энергия мысли, она тоже имеет свою направленность. и положительные действия, мысли, слова, да, они закручивают торсионное поле, как вы думаете, как? Тоже слева направо. Слева направо, все правильно, слева направо, а отрицательные противоположные стороны. И как вы думаете, вот что с нами происходит, когда наш поток, да, наш поток закручивается в правую сторону, так же, как и вся Вселенная? Что с нами происходит? Все положительное? Потому что мы в потоке оказываемся. Да. Конечно, все правильно. Мы как раз оказываемся в потоке. Понятно? Понятно? То есть на самом деле это все элементарно. В потоке мы как раз и оказываемся, да, и тогда мир начинает нас нести на руках именно тогда, когда мы мыслим положительно, да, когда мы говорим слова положительно, когда у нас состояние, естественно, внутреннее состояние положительное, да, вот, направленное в положительную сторону. Но как только мы наши мысли, да, негативные какие-то, да, слаба, когда мы начинаем фокусироваться там где-то на негативе, то мы как раз начинаем двигаться против потока, да, значит, против себя, да, и жизнь, против потока жизни. и на самом деле никто нас не может, да, за нас вообще не может заставить, да, думать и делать как-то по-другому, да, кроме нас самих. Никто не может изменить, да, ситуацию, кроме нас самих. Как только мы начинаем задумываться об этом, куда мы движемся, да, мы движемся вот со всеми, со всем, со всей вселенной, да, или мы движемся против, да, мы выбираем идти против потока или быть в потоке, только мы можем выбрать именно своими словами, своими мыслями и своим действием, да, и на самом деле вокруг нас система вся вот эта, да, она целостная, да, нет ничего отдельного, да, что, как я уже говорила, вот на атомно-молекулярном уровне, то есть мы все едины, мы все, все, что здесь есть, состоит из энергии, да, и мы все состоим из атомов и молекул, также и наши мысли, наши чувства и слова воздействуют на систему, так как это тоже энергетический уровень, как вы правильно заметили, да, сегодня, вот, объяснение, почему, когда вы пришли уставшие, и вы услышали мой голос, вы услышали мое состояние, мой позыв, да, вы тоже развернулись в состоянии потока, вам тоже стало хорошо, хорошо, и, и вот, таким же образом, на самом деле, мы воздействуем на своих родных и близких, представьте себе, да, когда, вот, действительно, мы вот с этим пониманием, что мы делаем, да, мы входим в состояние потока, мы транслируем его, и те, кто попадает в нашу зону, да, они тоже начинают чувствовать это, им тоже хочется сюда, правильно? поэтому, действительно, это очень такая ценная, да, как бы, ценная такая вещь, скажите, пожалуйста, Диана, вот для вас действительно ценно такая информация? Ой, конечно, Наталья, вы так все досконально и на молекулярном уровне все это разложили, вот именно, ну, я же не знала, про что вы будете рассказывать, правильно? Я же не знала, что вы сказали тему, да? Вот я как, начали, так я сразу с самого начала вот это вот ощущение у меня сразу появилось и в конечном итоге вот вы мне объяснили, почему это у меня появилось. Истинное, интересно, конечно, мы можем, зная вот эту вот информацию, конечно, манипуляция плохо, но мы можем регулировать себя. Конечно, конечно, мы регулируем себя, а люди уже подстраиваются сами, они сами хотят общаться, когда мы вот такие. Виталия, ну, я вас перебью, но вы знаете, хоть вот и многие имеют эту информацию, да, вот, но не могут же к себе притягивать вот такими же разговорами, вот такими же объяснениями, это все-таки вот есть какая-то изюминка у каждого, я не психолог по профессии, да, вы знаете, что я врач, но вот такая вот изюминка, видать, есть у людей, при помощи которого притягивают других людей, вот у вас это есть, да, это... Если бы вы меня видели лет 10 назад, вы бы сказали, что это ужас, 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 потому что я была вот такая тощая, 42 килограмма весила, я была настолько погружена в депрессию, настолько действительно ну вот прям жертва, жертва, жертва была, да, я выглядела как просто дистрофикс, скелет, и сегодня моя мама даже вспоминала, я говорю, думаю, что ты умрешь, наверное, говорит, и я даже не знала, куда с тобой идти, слава богу, что в моей жизни вот повстречалась психология, да, и я начала действительно работать над собой, и я вот работая действительно над собой, я действительно смогла стать, я поставила себе цель стать счастливой, радостной, подняться, да, и стать действительно такой, и самое главное в то время в соответствии с моим внутренним состоянием ко мне притягивались такие же люди, да, это естественно, конечно, то есть я была женой, поэтому надо мной издевались все, кому не лень, я так считала на самом деле, да, что издевался мой малолетний сын, в общем-то меня, значит, моя мама считала меня совсем какой-то жуткой, несчастной, ужасной, какой-то, ну, в общем, человеком, которым вообще уже надо, я не знаю, куда везти, чтобы спасать, потому что она видела, насколько я... Ну, вы сами себе помогли, конечно, методи. Действительно, помочь. Вот, и потом произошло... Ага. Пожалуйста, подключайте. Подключайте, да, я смотрю комментарии, что действительно рада. Подключайтесь, пожалуйста, и в следующий раз. Ага. Значит, то есть я смогла это сделать. И, соответственно, я сейчас помогаю моим клиентам, которые ко мне приходят, я помогаю именно тоже выйти на этот уровень, да, выйти на уровень, потому что моя, так скажем, то, что мой путь, он занял довольно долгое время, больше десяти лет. У меня тоже самое, Наталья. Ну, соответственно, за это время я нас собирала очень много, ну, так как я методом проб и ошибок шла, да, то потом, когда я уже стала психологом, и у меня появились технологии, как, да, работать с этим, как людей, людям помогать, то сейчас, соответственно, я этим как раз и занимаюсь. Вот, поэтому, что я хотела еще сказать, значит, лишь правостороннее торсионное поле делает нашу жизнь, жизнь вообще людей, более светлой, более яркой, улучшает состояние, ну, вообще, самочувствия, здоровье, да, говорят, все болезни от первого. Да, вот это как раз проеха, потому что, на самом деле, я так скажу, если про здоровье говорить, то я, значит, просто без таблеток, без всего, у меня была язва 12-перстной кишки, именно только методами, да, работа, работа, да, у меня прошла язва 12-перстной кишки. Вы сами себя выходили психологически, хотите вот это сказать? Да, психологически, психологически, потому что, когда мне делали вот это вот еще там исследование, что-то нужна операция там, вот, в общем-то, обошлись без операций, и потом у меня не было даже гастрита, на тот момент все в полном мере было. Ну, то есть, вот, люди, на самом деле, становятся творцами, когда они начинают замечать свои мысли, да, о чем они думают. Да, 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 о чем они думают. Вот, вы знаете, очень интересно, совершенно замечательное упражнение, я вам сейчас его дам, но прежде, сейчас, вот, те, кто присутствует сейчас, здесь, в комнате, и вы в том числе, подумайте, в какую сторону закручивается ваше торсионное поле, да, в какие-то моменты времени. Вот, например, даже сегодняшний день вспомните, да, и, вот, там, утром, да, вы встали, что происходило тогда, тогда, какие ваши мысли были, какие ваши действия, да, какие, в основном, все начинается, естественно, с мыслей, да, как мы, какие мы слова говорим, вот это очень важно, да, когда мы замечаем, например, такие, как, мне ничего не получится, да, я не знаю, как это сделать, да, вот такие вот пессимистические, так скажем, они как раз приводят к вот, вот этой вот безвыходности, да, ну, я не знаю, как делать, поэтому буду лежать и ничего не делать, да, то есть, там выхода действительно нет, там просто вот можно только погрузиться и там и застрять, но как только мы открываем глаза и начинаем смотреть по сторонам, где бы у кого чего спросить, да, где бы узнать, где бы, ну, хорошо, я не знаю, да, это, знаете, как, например, ну, самое простое, да, вот, купили вы платье, да, вот женщины любят платье, да, платье купили, хорошо, замечательно, так, что-то у меня туфли не подходят, да, и вот вы себе ставите такую цель купить туфли от платья, да, и на самом деле вы можете сказать, ну, это я, как бы, утрируя, да, вы можете сказать, ну, где я теперь найду эти туфли, да, ну, таких не продают нигде, ну, это вот у меня купаться такое, да, ну, где я буду искать, и, в общем, короче, повесить платье в штаб, ну, там висит, это, то же самое, вообще про любое, да, ну, если вы себе, да, ставите вот эту цель, да, и, например, и, там, проходя мимо, там, где-то, да, вы просто идете, но у вас подсознание, а подсознание так устроено, что если есть цель, оно туда нас ведет, да, 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 и поэтому, вот, проходите вы, ага, магазин, обувной, так, раз, забежала, так, нету, хорошо, идете дальше, раз, магазин, обувной, нету, ну, нету, вот, не подошли, да, а тут с подружкой встретились, и говорите ей, ты знаешь, там, я купила себе платье такого вот цвета, да, и вот никак не могу найти туфли, и тут она тебе, ты знаешь, а я вот там-то, там-то видела, как раз вот такие, как тебе нужно, да, вот я была там, где-то, в каком-то месте, где наверняка эти туфли есть, и вы едете туда, да, и покупаете, и на самом деле все в этом мире так происходит, как только вы перестаете, вот это, у меня не получится, я не могу, мне плохо, я там... убираем частицу не, и тут получается. Как только мы ставим цель, куда нам надо, наше подсознание нам говорит, есть, и начинает искать варианты, но как только наши мысли опять, ну вот опять, вот мы зашли в магазин, ну вот опять нету, да, и наше подсознание говорит, ага, есть, вот опять нету, и тут нету, и там нету, и там нету, и вот происходит вот эта воронка вниз. Понятно, да? То есть наше подсознание, оно, ну так вот, скажем, по-человеческим языком тупенькое, оно четко выполняет команды, если говорят ему, надо туда, значит, оно идет туда. Но если только, да, мы часто-часто начинаем произносить, что вот это вот все здесь нету, тут нету, и не получится, и не будет, и вот оно и так и получается. Вот. Понятно, да? Да, понятно. Ага. И, значит, то, что я говорила насчет упражнений, да, то есть первое это в течение дня вы отслеживаете свое состояние и прямо говорите так, а в какую сторону мое торсионное поле закручивается в данный момент времени, а что я сейчас думаю, да, а какие слова я сейчас говорю, и что вы делаете? Берете обычную резинку, знаете, такая денежная резинка. А, да, да. Да. И одеваете ее просто на руку. Можно, можно какой-то браслет, и говорят, что даже выпустили какие-то специальные браслеты, я, правда, их не видела, это мне сын сказал, что есть какие-то, да, какие-то умные люди, они выпустили специальные такие браслеты. Ну, в общем-то, без разницы. Сам факт, что вы просто одеваете что-то на руку, там можно легко снять, и в течение дня, ну, буквально там каждый, и даже вот мне говорили, что есть такие специальные приборы, я вот не помню, как они называются, но они вешаются там на пояс, но это не для этого предназначено, но они для каких-то целей предназначены, чтобы напоминать человеку через какой-то определенный промежуток времени. И вот они одеваются на пояс, и они вибрируют там через каждые, например, тысячи минут. И, ну, естественно, можно телефон ставить, но я однажды пыталась таким образом себе напоминание поставить какую-то программу, когда пьешь воду, да, через каждую полчаса, и вот этот звук льющийся воды через каждые там полчаса, где-то в каких-то неподходящих местах все оборачивались вот так вот. В общем-то, я потом отменила эту программу. Но здесь не факт. Факт то, что, когда вы замечаете, что вы в какие-то негативные мысли погрузились, вы снимаете эту резинку и одеваете на другую руку. А я думала пощелкать. Сказала бы, не в том направлении, раз, щелкну, о, больно. Можно щелкнуть еще вот так резинкой. Хорошее напоминание, чтобы было действительно. И делайте это 21 день как минимум. Каждый день 21 день. Да, 21 день. И 21 день каждый раз, когда вы начинаете, вернее, переодеваете резинку и щелкаете, как вы сказали, от этого момента начинается новый 21 день. То есть ваше, для чего такое упражнение нужно? Для того, чтобы мы научились, научили свое подсознание, научили свое сознание думать позитивно. Понятно, да? То есть как только наши мысли в негативное русло идут, то сразу щелкаем. Опять 21 день. Так, проделываем 21 день, а потом смотрим за собой, да, как мы справились, не справились. Если опять что-то замечаем, опять начинаем на 21 день. Да, все правильно. И о чем, о чем, да, мало того, значит, смотрите, здесь очень важно в этом упражнении не только там переодевать или шелкать, когда вы заметили, да, если вы отследили это, да, вы хвалите себя и говорите, я молодец, я умница, я классная, я заметила. не только вы себя хвалите за то, что вы в данный момент отследили это и поменяли свою мысль на позитивную. На позитивную, да. Ну, когда вы целый день провели в позитивном настроении и, например, у вас только какая-то там мысль попыталась вылезть, а вы тут же ее поменяли, вы опять себя хвалите, да, говорите, я молодец, то есть она еще не успевает вылезти, а вы ее уже трансформировали, сказали, потому что я молодец. здесь самое главное хвалить себя за каждый момент, за каждый момент, который вы увидели, что ну, что заметили. Мозг запоминает это все, вот эти положители эмоций тоже запоминают. конечно, когда мозг наш, да, видит, что мы хвалим себя, да, что мы радуемся тому, что ну, как бы играем в такую игру, да, такую трансформацию мыслей, да, то он начинает стараться для нас, да, мы начинаем уже играть в эту игру, раз только она там показалась, да, это вот какая-то мысль такая, да, что что-то там не так, мы ее раз и трансформировали. Самое главное, мы не отгоняем эти мысли, мы их с любовью трансформируем в положительный, да, и я, как говорят, надо 30 секунд, как мы, вот так, вот, да, вот так вот, какая я молодец, что я занята, какая я молодец, что мысли мои поменялись, вот, и таким вот образом мы приходим к пониманию, осознанной жизни, да, к насыщенной жизни, при помощи осознания, перестройки своей мысли. Да, мы занимаемся как раз перестройкой своих мыслей, перестройкой, да, и обязательно, смотрите, даже если, ну, вообще, ну, как бы испытывать отрицательные эмоции, это вообще часть нашего опыта, не то, что там вообще там никогда, ни за что в жизни, я не испытаю, но на самом деле, только от нас зависит, сколько мы там просидим. Вот, на самом деле, вот повышая свой уровень осознанности, да, повышается вот наш вибрационный уровень, да, уровень вибрации, вибрация есть низкочастотная, это как раз негативные эмоции, высокочастотная, это радость, счастье, любовь, да, такое, повышая свой уровень осознанности, повышая свой уровень вибраций, наше торсионное поле начинает закручиваться в правую сторону, да, и мы попадаем как раз в поток, поток, вот как только мы попадаем в поток, сразу начинают приходить нужные выходы из ситуации, нужные люди приходят и говорят, вот там туфли, да, вот там твои туфли, иди туда, вот, и вы получаете вот просто тогда все, что вы хотите, и, соответственно, чем реже мы боремся, да, вот против потока жизни, тем, соответственно, наша жизнь приобретает более яркие краски, ну, даже можно представить, например, попавшего в сильный поток, вот представьте, маленький человек на маленькой такой лодочке, такая вот речка бурная, она течет, да, а он старается, гребет там против потока, вот все наши вот эти вот негатив, наш негатив, пессимизм, негатив, да, то есть негатив это не только ну, как бы какие-то проявления, такие типа гнева, обиды там, да, или там страха, страха, страха бывает, ну, например, такой, так скажем, психологический, да, когда мы, например, боимся выступить, да, перед народом, бывает обоснованный, да, тогда, когда у нас лев нападает, у нас такой раз, срабатывает страх, ну, так же, и, то есть вот такой животный страх, который именно, ну, как бы спасает нас, да, это нормальный страх, с ним все хорошо, так и надо, да, он, он нам всегда помогает спасаться, но есть вот эти психологические страхи, которые, вот, таким вот, нужно поработать над собой, поэтому бороться с ними не надо, его надо просто увидеть, сказать, страх, я вижу тебя, или там обида, я вижу тебя, да, да, вот сейчас, сейчас, и вот у меня тут так проявилось, вот, страх, или, например, какой-нибудь самосаботаж, да, или какая-то апатия, да, то есть когда ничего делать не хочется, бывает такое, то есть надо понимать, например, каким образом она образовалась, эта апатия, из-за того, что мы какие-то задачи себе сверхъестественные поставили, да, или, и теперь сидим, и никуда не идем, или, ну, просто мы устали, например, да, и просто наш организм говорит, слушай, давай спать, ложись, и отдохни уже, да, то есть вот надо понять, вот, причины, причины, вот таких наших состояний, когда мы понимаем эту причину, да, да, я просто устал, да, и я не потому, что я такой вот человек, да, тут в апатии лежу, а просто вот сейчас устал, и мой организм требует поспать, ну, и по идее, и поспи в конце концов, да, вот, то есть когда мы начинаем слушать себя, и называть те эмоции, которые у нас происходят, с нами, да, когда мы их начинаем осознавать, мы тогда их можем трансформировать, да, поэтому если обида появилась, куда она нас заворачивает, так, в левую сторону, да, мы против потока идем, обида появилась, значит, мы против, ну-ка, давайте посмотрим, а если по, да, если, если, если с миром мы идем, то, то, какие слова, какие действия нужно сделать, да, когда мы начинаем вовремя останавливаться, да, когда мы чувствуем эту обиду, и назвали ее, следующая наша мысль, это, а что, а что меня будет с миром, какие мысли, какие слова, у меня поток обратно вернут, да, и тогда они к нам начинают приходить, мы нашли обиду, трансформируем во что-то, в другое, например, принятие мнения другого человека, да, что он может так жить, да, несмотря на то, что даму это может не нравиться, да, но появляется, ну, во всяком случае, приходят какие-то мысли на том уровне, на котором мы сейчас, это не сразу прям вот принятие будет, но какие-то более положительные, чем, например, обида, да, что-то более положительное, что-то более чуть-чуть выше, хотя, и это уже себя за это хвалят, а хвалят. Да, вот так вот. Наталья, у вас еще осталось что-нибудь? Как все выложили? Так много интересной информации, ну, в общем, я не знаю. Хорошо. В общем-то, я прошу вас задуматься, и задумываться каждый момент времени, делать это упражнение, и действительно смотреть, куда мы идем, в потоке мы или против потока, и действительно посмотреть, какой путь мы выбираем, быть в потоке или наоборот. и действительно это важно. И действительно на этой оптимистической ноте, значит, я хочу закончить свое повествование, но это последняя наша встреча. у меня очень много интересного и действительно важного, нужного материала, который может нам помочь и с внешней стороны, да, я расскажу вот на следующем, на следующей нашей встрече, расскажу, как можно, не только отслеживая, меняя, но и с внешней стороны, как можно себе помочь, и действительно с серой такой жизни, нашу жизнь превратить в более яркую и насыщенную. Более яркую. Да, поэтому такую интригу я оставлю на следующий раз. Наталья, я восхищена сегодняшней встречей. Мы беседовали, вернее, спикер выступала час пятнадцать, и вы знаете, я не чувствую усталость. Вот вы хоть поверьте, хоть нет. Я очень рада. Да, это потому, что от подачи информации очень многое зависит, и от того позитива, который идет от спикера, тоже многое зависит. А то вы знаете, ну я же не могла вот так вот в лайфе сидеть час пятнадцать, если мне это не было видно, ну никак бы не могла сидеть после трудового дня, так скажем. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, и, как вы сказали, мы еще встретимся, в дальнейшем и Наталья будет проводить вот такие вот интерактивные общения. Я еще хочу что отметить, друзья. Кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, заходите через аккаунт Твиттера на этот сервис, на Блаб АИМ, и вы тогда вот попадете внутрь нашей комнаты и можете задавать через чат вопросы. Я дала ссылку врачей мира, так вот на этой страничке будут анонсы всех этих программ, которые мы проводим. И также, когда будет проводить Наталья, тоже дам анонс. И, Наталья, я хочу, чтобы вашу страничку вы, чтобы я бросила в чат, или страницу вашу, или сайт. Так. У вас что-нибудь открыто? Я сейчас... Сайт в процессе перейдем. Сейчас будет новый. Или можно фейсбук, ваш профиль. Позакрывали. Я позакрывала все свои... А, так... Я когда... Вы знаете, что я сделаю? Я сейчас это самое... Дам вашу... Профиль фейсбук. Да. Если у вас открыто, то... У меня открыто. Вы можете... Ага, хорошо. Да, можете тогда просто ссылку... Сейчас у меня... Сейчас у меня загрузится. Сейчас, минуту тебе. Я так не уйду, чтобы я не дала ссылку, потому что как только мы закончим сейчас... Наталья. Сейчас встречу. Через несколько минут вот по этой ссылке вы можете прослушать запись. Вот, нашла. Вы можете прослушать запись нашей сегодняшней встречи. И завтра я также приведу к видео этой встречи. И завтра я также дам в видео в видеоформате нашу встречу. Что-то не могу выйти на ваш... Сейчас я нашла ссылку. Вы вышли, Наталья? Да, я вот ссылка на фейсбук... А, да, да. Я не могу это самое что-то выйти, затормаживает. Да, это ссылка на фейсбук Натальи. Вы можете обращаться к ней с вопросами, с консультациями, на консультацию, вернее, ну и так далее. А в следующий раз, когда будет выступать Наталья, то на сайте, на страницу врачей мира мы дадим анонс. И, пожалуйста, приходите, только приходите через аккаунт Твиттер, чтобы Наталье задавать вопросы, если у вас будет, конечно же, мнение. Да, написала вот еще свой имейл, это nato196891 собакамейл.ру Вы можете мне написать на этот имейл, если вас что-то заинтересовало, если вы хотите проконсультироваться, прийти ко мне на консультацию. Моя первичная консультация бесплатная и вы действительно можете пройти, я вам помогу решить ваши проблемы. Я даже не сомневаюсь, что вы поможете решить вопросы. А завтрашнего дня я начинаю вот эту вот технику, этот метод. И на следующей нашей встрече скажу, а ну-ка, сколько раз я лучше буду дергать, так лучше запомнит мозг. Ну, хорошо. Очень хорошо. Огромное спасибо еще раз, Наталья. Вас также, друзья, что приходите на наши встречи. И всего хорошего и прощаюсь все с вами. Благодарю вас за внимание. Спасибо.